В Черкесске в этом году должны быть благоустроены еще 25 дворовых территорий. Но одно дело создавать красоту, совсем другое ее сохранить, а по возможности и улучшить. Чем собственно и занимаются жители одного из многоэтажных строений республиканской столицы, которые поделились некоторыми секретами с нашим корреспондентом Артуром Хце. Я очень часто сюда прихожу, мне нравится новая площадка. Этот двор Палмаралиева-31 в Черкесске был благоустроен в рамках федеральной программы год назад. Некогда убогого вида места теперь выглядит как территория, за которую горожане хотят нести ответственность. Как говорит председатель совета дома Земфира Урусова, в былые времена сюда после работы даже не хотелось возвращаться. Настолько некомфортно люди себя здесь чувствовали. Раньше, вы знаете, нельзя было даже пройти здесь всего. Две-три машины вот тут стояли, мусорные контейнеры у нас тут стояли, вот здесь четыре подъезда. Машина даже не могла забрать мусор. Было очень тяжело, люди жаловались. Участие в федеральной программе позволило преобразить территорию. Но одно дело потребительски использовать то, что для вас создано, совсем другое, если вы вкладываете душу в предоставленное городскими властями. Оказавшись в этом дворе, ощущаешь себя как в небольшой оранжерее. Настолько красиво, аккуратно выглядит палисадник вдоль дома. Многого удалось добиться как раз благодаря совместному труду жильцов многоэтажки. Разумеется, под руководством Земфиры Урусовой. Здесь у нас розы цветут, видите, разные розы. Здесь роза у нас, вьющаяся роза. А здесь тоже вот эта желтая роза, она тоже как бы цветущая. Насколько тяжело ухаживать за этими цветами? В этом году почему-то было очень много тли. Мы, вы знаете, несколько раз опрыскивали. Но сейчас они, смотрите, отошли, вроде бы нормально. И что главное, радует. Да, люди довольны, конечно, что у нас розы такие цветут. Собственникам дома удалось добавить жизни благоустроенный для них двор. Такой опыт, несомненно, пригодился бы и другим горожанам, в том числе тем, чьи территории строительная техника посетила в нынешнем году. По федеральной программе «Комфортная городская среда» в этом году в Черкесске будет благоустроено 25 придомовых территорий. По муниципальным контрактам работы начаты в апреле и планируется завершить к сентябрю этого года, то есть к столетию нашей республики. Всего через год должна быть завершена реализация взяток в 2017 году обязательств по благоустройству придомовых территорий. Понятно, что далеко не всегда подрядные организации выполняют свою работу надлежащим образом. Однако в целом преображение десятилетиями неремонтировавшихся дворов можно считать успешным. А потому самое время горожанам, не попавшим в первый список, заранее позаботиться о том, в каких условиях они будут жить дальше. Сейчас идёт приём заявок на участие в программе благоустройства на последующие годы. Она начата 20 июня, будет продолжаться до 20 июля этого года. Для этого нужно подойти по адресу Тургеневская, 78, кабинет 3, и там вам предоставят список документов, которые необходимы для подачи в участие программы. Затем все собранные заявки будет анализировать специальная комиссия. Дворовые территории, действительно нуждающиеся в благоустройстве, непременно попадут в обновлённый список, примут участие в программе. Однако люди должны помнить, что они сами должны подать заявку до 20 июля. За них это делать никто не будет. Артур Мухце, Роберт Жигутанов, Вести, Карачао, Черкесия.